Девушки отдыхают 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 последний одинаковую оценку то по последним движениям выигрывает борец который бросил бросок однозначно но в последнем движении спортсменов в синем кимону нужно активизироваться и постараться на последних секундах совершите все-таки результативное действие его может спасти только оценка ямбош или холол да завершилась у нас первая схватка победа была добыта оценкой чала со счетом 3-0 вот представители команды казахстана безусловно не будут своими силами поддерживать достанбекова нур-султана начинается схватка здорово вот сейчас произвел бросок борец казахстана и бросок оценили ямбош это полпобеды напоминаем что оценка ямбош присуждается в том случае если спортсмен после броска амплитудно и четко выполненного броска приземлился на пол спины да поздравляем а достанбекова нур-султана очень быстрая и красивая победа представителя сборной казахстана очень вышел быстро заработал а ямбош а потом уже буквально следующим своим действием добился чистой победы синим кимоно хана фрусте татарстан и аэнбилек у нас а в зеленом очень красивый бросок получился да дорогие друзья это первый бросок оцененный как холол нашем соревновательном дне очень красивая победа давайте посмотрим повтор готовил готовил и вот с подсечкой а с воздействием на внутреннюю часть бедра как по книжечке выполнил этот бросок аэнбилек очень красивая победа ждем мы следующую схватку баян сан под представляет нас команду монголии вот она на синим яхтыки и против него шинтас серик был сун из казахстана в зеленом одеянии начинается у нас схватка сразу бросается вперед баян сан мы видим что баян сан у него верхний захват и старается работать подсечками шинтас и бросок у нас есть да вот сейчас судья оценил бросок ямбаш это пол победы таким образом сейчас данный момент спортсмен зеленый кимоно уже ведет схватку да пол победы у шинтаза уже есть и случае если он на второй раз заработает оценку ямбаш то он досрочно победит в этой схватке все возможности конечно провести такой же бросок у него есть также он и постарается это сделать в низкой стойке находится оба спортсмена давайте смотреть как дальше будут развиваться события ну вот судья уже нет кто остановил обязательно сейчас даст предупреждение одному из спортсменов так он и сделал предупреждение тамби один тамби оценивается чала так что приходит падение чала было падение на ягодицу судья оценил бросок чала да таким образом у нас у баян сана первая оценка начало но шинтаз имеет у нас ямбош плюс чала приводит в порядок свой кимоно шинтаз с риг болсун и пока продолжается очень динамичный момент был очень опасный момент такой мог бы сейчас произвести очень хороший бросок с падением активно ногами работал баян сан вот снова попытка внешней подсечки ждем результативного действия ждем результативного действия остается мало времени так постарался сделать задние подножки не получился баян сан стяну кимоно дадут заправить и продолжит опять борьбу но пока ведет болит зеленый кимоно ямбаш так что он близко к победе до 16 секунд разделяет его от успеха в этой схватке по судьи 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 отдал предупреждение тамби смангольцем спортивно переходит чала два чала но это меньше броска ямбаш так что он проигрывает схватку остается 3 секунды сразу вперед и заканчивается время поздравляем мы шинтаза серик болсына с этой победой победил он имея в активе оценки ямбаш плюс чала да видим что расстроен у нас баян сан представляющий команду монголии да нужно было раньше конечно же монгольскому спортсмену начинать действовать активнее тогда у него был шанс как говорят вырвать победу или побороться ну что ж поздравляем сэнтадо серик болсына и его тренеров мы продолжаем наблюдать за первым соревновательным днем по борьбе от кураж и мы сейчас ждем спортсменов синим тематом у нас у нас маслов роман вот он на ваших экранах представляет команду первого состава республики саха якутия и караев мурат команда туркменистана начинается схватка без оценки конечно же осталось это действие еще то спортсмены возможность для лучшего захвата да да идет обоюдная проверка друг друга найти слабое место и как говорит совершить бросок обоих атака на более тактическая сейчас борьба идет но борьба из туркмени сейчас предупреждение тембе так что схватку ведет борец синим кимоно один да чала присудили роману роман сейчас идет схватку попытка броска с колен да остается без оценки ну тут небольшая заминка нужна заправить для заправить свое кимоно заправить значит продолжится борьба еще одна попытка аналогичного приема также безрезультатно пока что очень напряженная борьба вот высокой стойки за лучший захват у нас идет пока что вот схватка у нас идет однообразно разно сейчас судья дал предупреждение тембе сравнялись чала бросок прошел другую сторону так что у обоих спортсменов оценка чала но схватку сейчас ведет борец из Туркменистана сейчас сейчас посолят активизируется конечно вести схватку да без оценки осталось это действие активнее начал действовать Роман Маслов да потому что счет обязывает да счет обязывает почувствовал что он уже проигрывает тренера подказывает что он уже проигрывает поэтому он старается активизируется там оценка ничего нет судья не оценивает потому что бросок был произведен не до конца соперник не коснулся точки да подождем пока спортсмены приведут в порядок все кимоно и наша схватка возобновится напоминаем что это схватка первого круга весовой категории до 75 кг Маслов Роман Республика Якутия 1 состав и Караев Мурат Туркменистан чуть менее минуты остается как мы уже говорили у нас ничья по одному чела имеют спортсмены но ведет у нас Караев Мурат сейчас должен произвести бросок вот до конца ведут обоюдную очень активную борьбу но пока безрезультативно но схватку по этим идет пока в Туркменистан борец в Туркмени да будет будет оценка судья оценил центр судья Ямбош также остался ну отменили и дали Чала дворство из Туркменистана так что он в данный момент ведет уже одну оценку Чала и двадцать двадцать одна секунда у нас остается но сейчас если Роман заработает оценку Чала сравняется и теперь он уже будет вести поэтому в любую секунду у нас все может измениться мы видим что Караев Мурат уверенно обороняется да судья сейчас дал борцу синим кимоно так что один как говорят Ямбош Караев Мурат уже ведет схватку и по всей видимости он добьется успеха по итогам этой схватки да заканчивается время поздравляем Караева Мурата представляющего команду Туркменистана очень победа добыта в напряженной схватке с оценками Ямбош и Чала побеждает у нас представитель Туркменистана да да тут обязательно нужно как и в дзюдо экипировка кимоно должно быть в порядке в таком же состоянии как и в приветствии поблагодарили друг друга спортсмены благодарим их и мы за эту схватку ну а теперь мы ждем десятую пару нашего первого соревновательного дня выйдут у нас Абубакри Акабир представляющий команду Таджикистана и Кадырбек Улу Омадбек из Киргизии это у нас также схватка весовой категории до семидесяти пяти килограмм а пока мы с вами вот видим повторы схватки Маслова Романа против Караева Мурата Крепин Алексей с синим кимоно все готово для начала этой схватки начинается эта встреча но пока что мы не видим результативных действий просит подбитываться по мушку Акабир Девевич Сибирский кимоно ну да видим то что у нас в дебюте встречи идет позиционная борьба и периодически мы вот периодически видим попытки броска напоминаем что это схватка весовой категории до сорока пяти килограмм пяти 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 в зеленом кимоно работать подсечкой ну мне кажется оба сборная саха друг другу хорошо кажется знают поэтому остерегается ну судья дал тамби синим кимоно так что зеленом кимоно спортсмен уже ведет одну оценку чала поднимает в стойку арбитра спортсменов ну и ждем спокойное такое достаточно и вязкое начало схватки ну ребят стараются вот провести бросок не получается до конца попыток много но у нас на табло пока что только одна оценка чала которая была присуждена в результате предупреждения да падение и ну здесь не оценится бросок потому что произведен в спартере поэтому судья не оценил этот бросок ну борец зеленым попытался сделать бросок с коленом ну покурошу бросок с коленом оценит но быстро без остановки поэтому идет с остановкой и не оценивать с броски вот сейчас получился бросок судья оценил чала таким образом борец зеленым кимону уже ведет две оценки чала и продолжает вести схватку ну и остается тут буквально двенадцать секунд и тут спортсмена в синем кимоно может спасти только бросок на ямбош или холол да случится ли это за шесть секунд ну уже не случится так что да прошло время но таким образом борец зеленым и ахтек выиграл эту схватку да не удалось скребену алексею на последних на последних секундах выполнить действия которая ценилась бы как ямбош или холол только в этом случае скребен мог рассчитывать на победу да поздравляем победителя и желаем скребену алексей удачи в следующих спортивных стартах а сейчас как объявили у нас организаторы будут будет технический перерыв на пять минут видим повторы прошедшие схватки напоминаем что у нас завершилась завершилась двенадцатая схватка первого соревновательного дня по борьбе кураж продолжается у нас праздник едоборца в центре спортивной подготовки триумф напомним что для вас работаем мы я власий сергеев и представитель туркменистана заслуженный тренер по дзюдо и борьбе кураж судья международной категории мирзан курбанов сейчас объявили судьи центральный центр судья каримов еврагим он из узбекистана судья международной категории боковой судья ким и ахмед ахмед адылканов представляет республику саха якутия мы приступаем к следующей схватке это у нас также продолжается весовая категория до 45 килограмм и у нас хомушку оттук и против представляет он сибирский федеральный округ и против него вышел бомбажав представляющий Монголию начинается схватка достаточно активно начинают спортсмены представитель Монголии у нас в зеленом яхтеке ну и следовательно представитель сибирского федерального округа в синем данный вид спорта у нас на играх представлен впервые как мы уже с мерзаном отмечали там динамичные молодой вид спорта который очень динамично развивается вот уже на протяжении 15 лет да впервые вот по борьбе кураж чемпионат мира прошел в 99 году в городе Ташкент многие страны приехали посмотрели эту борьбу и после этого начали развивать в своих республиках странах этот вид борьбы и до сих пор проводят проводятся чемпионаты Азии чемпионаты мира Европы и океане и Австралии и Американ везде развивают виды спорта и приезжают борются проводятся международные турниры большие собирает очень большое количество людей по этому виду борьбу это очень сильно развита борьба началась в Узбекистане этой борьбы борьбы борются Узбекистан Казахстан Киргизия Туркменистан Азербайджан Иран ну и остальные страны которые есть свои виды национальные приближены к этому виду борьбы ну да мы наблюдаем то что очень похож этот вид спорта на дзюдо примерно такая же система оценок система наказаний ну много у нас сегодня участников которые впервые себя пробуют в этом виде спорта ну это достаточно такой знаменательный момент новый вид спорта в программе международных спортивных игр Дети Азии пытался монгольский спортсмен действовать воздействием на внутреннюю часть бедра но по-прежнему как мы видим сравнялись почала обоим борцам дали предупреждение тамби так что обоих спортсменов есть предупреждение и оценки но по правилам сейчас борец зеленое кимоно уже проигрывает схватку так как получил последним предупреждением но чадон произвел бросок судья оценил ямбош это полпобеды да серьезное преимущество учитывая то что у нас время тает да только что он проигрывал по оценкам буквально секунд 2-3 и он уже выигрывает схватку очень быстротечный вид спорта где ход схватки может поменяться в любую секунду мы это видим уже мы видели такое уже несколько раз в нашем первом соревновательном дне ну и тут остается 20 секунд и по всей видимости бомбояв представляющий команду Монголии добивается победа в этой схватке если сейчас не будет броска на да уже время светло да завершается время поздравляем монгольского спортсмена с оценками ямбош плюс чала победа присуждается у нас представителю Монголии но сейчас спортсмены поблагодарят друг друга да пока заправляют сейчас судья покажет сторону победителя и они разойдутся как говорят по своим углам да видим что в этом виде спорта как и дзюдо как и в других многих видах недоборс очень большое внимание уделяется уважение оппонента вообще всем традициям и обычаям сейчас спортсмены вступают в центру состязательной зоны состязательной зоны в синем яхтеке у нас в курбанах фаруф фаруф представляющих Туркменистан и в зеленом представитель Армении Муркичан напоминаем что это уже у нас идет второй круг так ямбош так судья центра определил ямбош две боковые соединились и дали холол эту схватку выиграл спортсмен из Армении с оценком холол не успели да выйти спортсмены вот так бывает за 10 секунд вот схватка проиграна да поздравляем представителя Армении да очень быстрая победа в первом же действии за выход в полуфинал да ну вот собственно это то о чем вы говорили борьба Кураж очень динамичный вид спорта тогда схватка может закончиться в любой момент видим на повторе да что приземлился спортсмен после броска на спину и да присуждена оценка холол напомним для телезрителей еще раз систему оценок если же после амплитудного четко выполненного броска спортсмен приземляется четко на спину то это у нас оценка холол чистая победа да ну это быстро и спина четко спина да поэтому и присудили бросок холол борьба за выгод полуфинал да у нас а али агаев представляет якутию и кая марс норов из таджикистана агаев в синем яхтеке его оппонент зеленом да идет тактическая борьба позиционная борьба оба спортсмена присматриваются друг другу выжидают и готовят броски судья дал первое предупреждение борцу зеленую яхтек тамби и уже участник зеленом яхтек синим яхтек ведет оценку чала да активизировалась у нас борьба и мы видим что да да судья дал оценку ямбош уже идет схватку пол победы да и в случае второй оценки ямбош выходит у нас а холол павел павел у нас а агаев али так судья так было таки боковые судьи сейчас не согласны да вот показывает табло что там присудили второе вторую оценку ямбош нет судья там дал предупреждение даки даки ямбош и обсоединяется и получается чистой победы холол да поздравляем агиева али правила вот по курошу если участник ибеет ямбош а второй участник получает второе предупреждение даки то автоматист переходит второй ямбош и участник выигрывает схватку да дорогие друзья надеюсь то что мы держим вас в курсе всех тонкостей этого вида спорта ну и представляет нам спортсменов эба им нафаль и против него выйдет спортсмен из казахстана дастанбеков нурсултан начинается схватка идет борьба за максимально удобный захват сможет сможет ли с этой позиции что-нибудь придумать ну здесь ничего не получился нурсултан да не позволил совершить этот бросок нет у нас результативных действий мастиком приземлился да руслан очилов бросок но это считается спина поэтому судьи решили дать чистую победу